Передача Новости из Кавказа продолжает свою работу с вами я, Гела Басадзе. И сегодня первый день Нового года с хорошо знакомым и любимым нами, Рамисом Юдусом. Приветствую, Рамис. Поздравляю с Новым годом. Счастья, здоровья, благополучия, всего самого наилучшего вам, вашей семье, вашим близким и вашим странам. Скажу так. Спасибо, дорогой Гела Гамарджоба. Витаю вас. Салам алейкум. Большое спасибо за поздравления взаимно. На самом деле этот Новый год для меня он особенный, потому что 23-й год для меня был одним из самых счастливых годов за всю мою жизнь. Если есть несколько годов, 23-й находится в этом списке. Я думаю, если у людей спросить, например, у каждого, и у вас в том числе, мы не помним там все года, но есть какие-то особые года, значимые, связанные с теми или иными датами, хорошими датами, иногда трагическими датами в жизни, в личном плане, и чисто в плане наших народов, наших стран. А есть годы, которые вот просто прошли и прошли, да, а про них, в принципе, и не с помощью, даже точно не знаешь, что же там было такого существенного. Вот 23-й год, это было для меня одним из самых счастливых, потому что в этом году у меня родилась внучка, у меня есть внук, ему вот через неделю будет 5 лет, а внучка это впервые, вот, и это особое ощущение, моя душина, плюс, так же, как и мой внук, естественно, вот они вот, их портреты вокруг меня вот сейчас, вот надо мной вот портрет моих родителей, вы видите, вот там вот этот портрет вы родителей, и мой внук, и моя внучка. В 23-м году я после 20-летней эмиграции впервые посетил Азербайджан, вот, посетил могилу своих родителей, и я побывал в городе США. Вы живой свидетель, вы были первым человеком, с которым я разговаривал оттуда, у меня было эксклюзивное интервью с вами и с Украиной, да, вот два человека было, с которым я разговаривал, да, три, не, я извиняюсь, это Алена Курбанова с Украины, и с Азербайджана был Эльдар Намазов, наш общий с вами друг, да, вот, вот, поэтому, ну, это происходило в Шуше, в освобожденной Шуше, можете сказать, мои эмоции, я тогда вам постарался их передать. Ну, и потом я оказался в Баку, в момент, когда президент Азербайджана выдружал флаг в Ханки-Ан-Де, я был как раз-таки на мероприятии таком, где весь зал встал, и мы все это видели, это было ощущение эйфории, ощущение счастья. Вот это все у меня прошло в 23-м году, и поэтому, конечно, для меня 23-й год – это один из самых счастливых, и я очень надеюсь, что вот эмоции и вот тенденции 23-го года для моего народа, они будут продолжаться в 24-м году, а что касается наших соседей, наших друзей, и Грузия, и вы, как человека, олицетворяющий эту Грузию для многих азербайджанцев, я желаю вам испытать те же эмоции, которые я испытал лично в 23-м году, которые испытал азербайджанский народ в 23-м году, я это желаю и вам лично, дорогой Гела, и нашему дружественному, братскому, грузинскому народу. Спасибо, огромное спасибо, надеюсь, что так и будет, и будет как можно быстрее, хотя это зависит не от нас, но от нас тоже, я думаю, частично зависит. Ты делай то, что ты должен делать, и будь что будет. Я, во всяком случае, на своем, так сказать, скромном уровне это делаю. То есть я же не останавливаюсь на дороге, то есть я двигаюсь, как Черчилль говорит, если бросать камень в каждую лающую собаку, ты не дойдешь до своей цели. Я вот, видит Бог, 20 лет иду, столько меня по разным моментам, особенно когда я был активно в большой политике, и на оппозиционных позициях, если вы помните, я тоже подвергался давлению, и я видел огромное количество разных камней, и слева, и справа. Я совершенно не реагировал. Я еще ни одному человеку не отвечал. Я и по сегодняшний день это не делаю, потому что я последую вот этой тактике. Потому что если я должен быть уверен в то, что я делаю, и я должен верить в это, более того, стараюсь быть специалистом, то есть изучать то, чтобы тот не ляпнуть, и не выдавать желаемое за действительное. У меня есть симпатии, у меня есть антипатии. У меня есть... Вот я азербайджанец, естественно, в вопросе Азербайджана-Армении я на стороне Азербайджана. Тут гадалки ходить не надо. Но я же не хочу заниматься пропагандой. Выходя на ваши каналы, вот вы живой свидетель, я все время обращаюсь к армянским экспертам, иногда так дружественно обращаюсь, говорю, но я же, опять же, не врал, и про КПП не врал, и про контртеррористическую операцию не врал. И сегодня, когда я им говорю о том, что казахстанский вариант реален, повторение парламентской перестрелки в 99-го года реально, Россия вам еще не занималась серьезно, тоже реально, и так далее, поэтому мирный договор, ваше спасение, мирный договор с Азербайджаном, мирный договор с Турцией. Я это им все регулярно говорю, и вы живой свидетель. Им не нравится то, что я говорю, но они же меня слушают, они понимают, что в конечном итоге так это будет. Это не потому, что я на Страдамус, потому что это ход этой болезни, так это говорит. Зачем изобретать велосипед? Точно так же, как и здесь. Когда вы говорите, ну люди же, заметьте, а в армянском обществе целый день занимаются, но и антопонизацией. Почему? Уху приятно это слышать. Уху приятно. Человек не хочет иногда, человек как страус, знаете, он загнал себя туда, и не хочет интересоваться. А разве мы в обычной жизни, мы это не видим, в бытовой жизни точно так же мы не видим, что все такие принципиальные, все отстаивают ценности, все иногда идут на двуручничество, закрывают глаза. Не все могут быть героями. Ну что ж, я думаю, что самое время перейти к новостям Южного Кавказа, то есть к тому, что было, ну в принципе мы уже во многом поговорили, к тому, что было, и что год к ведущей нам готовить, то есть уже наступившей. Ну что этот год нам готовит? Я так думаю, этот год нам, Южному Кавказу в целом, и конкретно Азербайджану и Армении готовит мирный договор. Я думаю, этот мирный договор будет подписан в 2024 году. Тенденции к этому видны, налицо. Азербайджан довольно уверенно ведет себя в этой ситуации. Уверенно он ведет себя и с Вашингтоном, и с Парижем, с бывшими сопредседателями, и с западной стороны, и с той же Россией. Вы видите, Азербайджану, когда надо, он показывает характер. Последний случай с помощником госсекретаря О'Брайна, наглядный этому пример. Высылка двух французских дипломатов, наглядный тому пример. И независимая политика, встреча с Пашиняном в Санкт-Петербурге, такая, луарная, и то, что мы читаем сегодня, и то, что до этого предшествовало этому, говорит о том, что сегодня на самом деле ни у Москвы, ни у Парижа, ни у Вашингтона сильных рычагов влияния на Азербайджан более нету. Потому что у них у всех рычаг влияния был на Азербайджан. Нерешенность этой проблемы. Кнут и пряник. И теперь этот кнут и пряник остался только над Арменией. Но опять же, над Арменией он тоже не в таких масштабах, которые он был на Кочаряна и на Саркисяна. И Пашинян, с одной стороны, ловко этим пользуется, потому что он открестился, от темы Карабаха, открестившись от темы Карабаха, он тем самым ослабил этот кнут влияния. Потому что меня это не интересует, он говорит. Это не моя проблема. Вы думали, из-за этой проблемы держать меня на крючке? Это не моя проблема. И это сильная сторона его. И на этой проблеме и ни Россия на него давить не может, ни Франция, ни Вашингтон, я имею в виду представителя армянского лобби, которые однозначно это проявляют через то же Министерство иностранных дел Армении. Это открыто видно. Но с другой стороны, он сам по себе, он сам по себе не настолько уверенно себя ведет. Потому что он боится. Он боится и России, и он боится, что он может оказаться в той же ситуации, как Саакашвили, как Украина. То есть он смотрит на карту наверняка, и он понимает, что, ну хорошо, они красивые слова будут говорить, они будут выражать сочувствие, они будут говорить, похлопывая мне по плечу. А реально, что они смогут сделать, если Россия завтра серьезно начнет мной заниматься? Если я вот скажу, я выхожу из ОДГБ. Я ухожу из Евразийского Союза. Если я буду делать все то, что на меня сегодня вот французы давят и хотят, чтобы я это делал. И что я в результате получу? Я получу то, что у меня может казахстанский вариант повториться. Я получу перестрелку в парламенте, военный переворот. У меня граница с Турцией и с Ираном охраняют русские пограничники. У меня аэропорт Заварнос охраняет русские пограничники. У меня аэродром в Эребуне, российская военная база, российская военная база в Гюмрии. У меня половина экономики в руках российских олигархов. У меня после 24 февраля огромное количество представителей России и спецслужб России у меня сегодня на территории Армении. У меня сегодня экономика Армении за счет того, что война началась между Россией и Украиной. Сегодня живем на этом. Я на этом хорошо зарабатываю. Это как будто бы тот же обыватель, он же не знает всех этих нюансов. Они думают, что это успехи хорошей экономики, экономической политики. А это совершенно другое. Завтра эта лазейка может в одночасье закрыться. Поэтому он это все понимает. И поэтому вот он так и лавирует между теми и другими. Ну, я так думаю, уверенность Азербайджана в своей позиции должна ему помочь тоже, чтобы он как-то в конечном итоге принял решение, пошел бы на прямой договор без посредников. Потому что это вполне реально. Это вполне реально. Потому что если они оба будут к этому готовы, пойдет борьба между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном только для того, чтобы им тоже поприсутствовать. То есть вот они вдвоем, они могут это сделать. И я вижу тенденции в этом направлении. Я вижу тенденции. Просто я вижу и сопротивляемость. И это все... Вот проблема в Армении. В Азербайджане нет никакой проблемы. Никакой. Более того, президентские выборы, которые назначены вот этим неочередным на 7 февраля, это лишний раз Азербайджан, азербайджанское руководство на всякий пожарный случай хочет закрепить политически и юридически тот политический кредит, который сегодня азербайджанское общество дало нынешнему руководству после водружения фрагов Хангендей. Потому что этот кредит доверия сегодня силен. Неизвестно, что будет через 5 лет. Неизвестно, что будет через 2 года. Понимаете? Но если сегодня, в 2024 году, при наличии вот этой всей турбулентности, которая есть на планете, и нерешенности многих проблем и при отсутствии этого мирного договора, могут быть разные ситуации. Поэтому лучше в этой ситуации быть политически подготовленным внутри своей собственной страны точно так же. И поэтому я это именно так и оцениваю. Именно так и оцениваю. И провел параллели с тем, что произошло недавно в Турции. Президентские выборы, которые точно так же защитили того же президента Турции, когда он реально победил на глазах у всего мира. А то, что в Азербайджане реально это произойдет, никто в этом не сомневается. Просто это произойдет, опять же, на глазах у всего мира. И тогда, а что они смогут сказать, если азербайджанское общество так будет относиться к этим президентским выборам. Потому что, вы понимаете, для азербайджанцев первой проблемой была проблема Карабаха. И она решена. Если она решена, и они этот мандат отдадут нынешнему руководству Азербайджана. И с этим придется считаться. И в Москве, и в Брюсселе, и в Париже, и в Вашингтоне. Поэтому у Азербайджана позиции сильны. У Армении, и лично у Пашиняна, этих позиций нет. Заметьте, он также, между прочим, пошел этим путем. Пашинян, когда проиграл войну, вторую Карабахскую, он что сделал? Он пошел на выборы. И выиграв, он моментально стабилизировал ситуацию. Потому что, если бы он не пошел на выборы, усилились бы разговоры о том, что ты проиграл войну, ты должен уйти. Он говорит, хорошо, я проиграл войну, я ухожу. Ну, я ухожу через выборы. Правильно? И он на этих выборах выиграл. Значит, народ сказал, что ты даже проигравший эту войну, ты нам больше подходишь, чем те, которые до этого вот так вроде бы выиграли первую Карабахскую войну. Это социальный заказ армянского общества. Так усиливайте это. Поддерживайте. И сделайте так, чтобы это подписание мирного договора было бы как можно скорее. Потому что это в интересах государственности Армении, это в интересах Азербайджана, это в интересах Грузии, это в целом интересах Южного Кавказа. И я так думаю, это в интересах и цивилизованного мира. Просто не все это хотят. Еще есть остаточное явление вот этой проблемы Мяцума, проблемы диаспора армянской во Франции и здесь в Калифорнии, которые вот так через МИД Армении регулярно влияли. Заметьте, да, разницу между позициями Пашиняна и его министра иностранных дел. Это же видно открытым текстом. Поэтому, когда мы это понимаем, мы должны понимать, что Пашиняну не так легко. При всей моей критичности к нему, при всем таком моем критическом отношении к армянскому политическому истеблишменту, я понимаю, насколько сегодня ему сложнее в этой ситуации двигаться в сторону мирного договора с Азербайджаном. Но альтернативой мирному договору это казахстанский вариант, это бардак в Армении, тот, через который Армения уже несколько раз проходила, и наступят смутные времена. Я не думаю, что в Армении не отдают себя в этом отчет. Просто он боится, я думаю, придет время, когда ему придется принимать окончательное решение. Или пан, или пропан. Вроде бы, насколько я могу так судить со стороны эти тенденции, вроде бы он готов к подписанию мирного договора. И я так думаю, больше шансов за это подписание в 2024 году, чем нет. Ну, поживем и увидим. Во всяком случае, в этом вопросе точно так же я смотрю позитивно на тенденции подписания мирного договора. Действительно, поживем и увидим, но очень хочется, чтобы... Я понимаю прекрасно, что мирный договор и мир это разная вещь и окончательно мир наступит после того, как будут решены очень много вопросов, но это важнейший шаг к миру. Я надеюсь, что мы, я имею в виду, мы, это Южный Кавказ, этот шаг не делаем. Ну, а вам, дорогой Ромиш, я хотел бы сказать спасибо за весь предыдущий год, 2023, который мы провели вместе и вместе, я думаю, что достаточно смешно и достаточно понятно анализировали те события, которые происходили в мире и у нас в регионе, в нашей песочнице. Пожелать счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, успехов вам, вашим близким и еще раз вашим странам. Спасибо, с Новым Годом. Спасибо, дорогой Гела, взаимно. Я думаю, мы, кавказцы, уже давно заслужили мира. И вроде бы, как будто бы мы, я вижу свет в конце тоннеля. И этот свет я впервые увидел именно в 2023 году. И вот это, я вам это передал свои эмоции, свои ощущения. я желаю всему Кавказу мира. И Армении, и Грузии, и Азербайджану. Потому что от нас очень многое зависит. Это на самом деле, сегодня это реально. Реально. Да, мы прошли через много такого, что, как говорят, создало такую пропасть между народами, в первую очередь, Азербайджана и Армении. Но других вариантов нет. Альтернатива мира – это война. Альтернатива миру – это война. Альтернатива войне – это мир. Поэтому, если мы уже прошли через две Карабахской войны, и мы видим, что сегодня есть тенденции и возможности, и мы видим, что вокруг творится, давайте мы будем ответственно подходить к своим целодвижениям. Мы с вами, Гела, когда выходим в эфир, потому что поздравляя друг друга и говоря вот хорошие, добрые слова, я и вас хочу поблагодарить, потому что вы делаете тоже большое дело, потому что на вашей платформе могут встречаться и армяне, и азербайджанцы и говорить так, как они видят будущее своих стран, будущее нашего региона. самое главное, чтобы мы слышали и слушали друг друга. Вроде бы движение в нужном направлении уже есть. До этого этого движения не было, я вообще его не слышал. Это был разговор глухих со слепым. Но сегодня это есть. И когда ты видишь то, что происходит между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке, это тоже должно усиливать нашу ответственность, потому что это может отразиться и на нас. Поэтому чем будем цементировать мы здесь на Южном Капу, тем легче нам будет сохранить вот эту такую богом подаренную территорию такую, о которой веками говорили, слагали легенды. И дай Бог, чтобы мы только спорили бы на те темы, чья долма азербайджанская, грузинская, армянская, чей шашлык. Понимаете? Грузин на долму не претендуют, не надо. Меня рассмешили. Эти проблемы, понимаете, а когда мы начинаем сидеть и заниматься тем, чем мы занимались Армению против нас, мы вот этим дурацким мяацумом, это же на самом деле. Вот я недавно слушал, когда меня недавно один эфир там и один умный человек сказал такую фразу, когда у него спросили, почему, говорит, развалился, говорит, Советский Союз, да, говорит, срок годности значит истек, срок годности. Тут я могу добавить такую вещь, почему мяацум, потому что мяацум тоже срок годности истек, просто вы должны это понять, его срок годности был вот такой и все, это надо понять, если вы это поймете, вы это поймете, вы не будете больше делать, повторять тех ошибок, которые были сделаны до вас, вроде бы, как будто бы огромное количество людей, которые поддерживают того Пашиняна, некоторые из них даже выходят в эфиры вашего канала, они это показывают, это делают, просто это надо усиливать, я со своей стороны готов это сделать, я воевал, но теперь я за мир с вами, я своего не отдам, чужого мне не надо, давайте мириться, и в 24-м году у нас есть все возможности для этого, и нам никто не помешает, если мы сами этого захотим, поэтому с наступающим, точнее, с Новым Годом, с Новым Годом, дорогой Гела, поздравляю весь наш Южный Кавказ, в первую очередь, конечно, вас, как представителя Кавказского, Кавказа, вот, дружественный грузинский народ, всю Грузию, у вас тоже очень много проблем, я вам желаю те же эмоции, положительные эмоции, через которые прошел лично я и весь азербайджанский народ, в 23-м году, чтобы рано или поздно эти же эмоции пришли и в грузинские дома, и вы тоже вернули бы, и территориальную целостность восстановили бы, вернули бы суверенитет с вашей стороны в полном ее объеме, и тогда полностью, потому что без мира в Грузии отдельно говорить о мире между Азербайджаном и Арменией, в целом, на Южном Кавказе тоже очень сложно, тоже очень сложно, поэтому мы должны, невозможно жить хорошо, когда у твоего соседа плохо в доме, понимаешь, ты тогда должен забором закрыться, чтобы не дай бог, и пожар с его дома на тебя не перешел, а когда и у соседа все хорошо, тогда как в Америке, в Америке первое впечатление мое, знаете, какое было, сел на машину, еду, я не вижу никаких заборов, дома стоят, и между ними только ухоженные газоны, и больше ничего, а приедешь там у нас, у нас чем солиднее забор, тем солиднее человек, тем солиднее жулик, понимаете, а рядом у него хибарки кто-то сидит, и что ты ждешь, что тот, который в хибарке будет радоваться тому, что у тебя такой хороший забор, он в конечном итоге подбросит туда бомбу или что-нибудь такое, потому что это все не может такое быть, не должно быть такое, не должно быть такое социальное расслоение, поэтому и не должно быть у нас, давайте не будем зариться на чужое, будем охранять свое, и будем уважительно относиться друг к другу, и не будем гневить Бога за то, что у нас такая хорошая география, а мы ведем себя так порой, как безбожники, поэтому давайте возвращаться в лоно мира, с Новым Годом, мира и процветания нашей земли, нашим народом, а моему азербайджанскому народу, как вы видите, я впервые говорю с Днем солидарности всех азербайджанцев, потому что именно впервые за эти 30 лет этого праздника я в 23-м году почувствовал, как мы солидарны, и именно эта солидарность помогла нам победить. Вот я этой солидарности дорогой Гела желаю и вам. Большое спасибо, большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами и с Новым Годом. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.